и изощрённых преступлений. В 21.00 следим за интригой и убеждаемся, что наша Мария Сергеевна вполне способна затмить даже Шерлока Холмса. Мне очень действительно идут исторические картины. Я бы очень хотела, чтобы зритель увидел тот материал, над которым мы работали. Картинка потрясающая, великолепные костюмы. Представьте, как это трудно. За 20 лет практически мы ходим в форме, в современной одежде, и вдруг нас одевают, и очень сложно было в момент вот этого ряженых, чтобы не было. Этот момент очень трудный. Я надеюсь, что зритель поверит в то, что мы оказали в 19 веке. Ну, всё увидите. Это «Большие вести» со зрителями Москвы и области. Увидимся буквально через несколько секунд. С информацией к этому часу в эфире программа «Вести о Лане». В студии Фатима Сукаева. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главных событиях. В Новый год с лучшими условиями для пациентов и бизнеса. В Ордоне открылась отремонтированная больница, а во Владикавказе – центр поддержки для начинающих предпринимателей. Социальная сфера, театр, политика, спорт. Подводим итоги года. Всё, что было знаменательного и чем запомнился 2019-й. Выходит на арену в Беслане работает театральная эстрадно-цирковая студия. В Ордоне после капитального ремонта открыли центральную районную больницу. В обновленном учреждении побывал Вячеслав Бетаров. Он оценил проделанную работу и пообщался с сотрудниками. Глава посетил и другие районы республики, а вместе с ним и моя коллега Юлия Филатова. Этого события здесь с нетерпением ждали. Ордонская центральная районная больница торжественно открыта. С тем, что было до, не сравнить. Разница налицо. Новые коридоры, просторные палаты. Внутри самая современная техника. В лечебном учреждении завершился капитальный ремонт по федеральной программе. Оно рассчитано на 126 пациентов. Есть и педиатрическое отделение. Чтобы полностью доосносить помещение, открытие переносили несколько раз. Все для того, чтобы качественно завершить все работы. Действительно, не хотелось открывать больницу с нерешенными какими вопросами. Потому что не успевали довести то одно оборудование, то другое. Поэтому решили все завершить, после этого открыть больницу. Я надеюсь, что с завтрашнего дня коллектив больницы начнет принимать пациентов. На данный момент тяжелая техника у нас есть. То есть это рентгенное оборудование, флюорооборудование, маммография, эндоскопическое оборудование. Все, что необходимо для проведения первичного звена амбулаторной помощи. Все это есть. Для специализированной помощи хирургического профиля, травматология, хирургия, которая здесь предполагается, гинекология, акушерство. Также у нас есть недостаточно, есть по акушерству в процессе, уже когда мы заработаем, в процессе следующего года будет приобретено, еще дооснащено само акушерское отделение. И есть необходимость в современном оборудовании, то есть в расходном материале для того, чтобы работало эндоскопическое оборудование в плане современных технологий хирургии и травматологии. Посетил глава Иологир. Приехал, чтобы поздравить рабочий актив лучших тружеников района. Рита Дзанагова библиотекарь с 30-летним стажем. Говорит, она продолжатель традиции. У нас это семейная. Да, у вас есть семейная? Да, у меня нет, не родители. Ну, это почти моя вторая мама. Самый главный библиотекарь республики, царство небесное ее нет уже в живых. Гастанова Елена Губеевна. Это мой учитель, мой наставник. И мне вдвойне приятнее сегодня это с вами. Вячеслав Бетаров отметил, к началу 2022 года проект Момисон должен заработать. Поэтому уже сейчас нужно готовить кадры, рабочие места. Руководитель республики отметил, что в районе много хороших специалистов. И, конечно, их должны задействовать в общем деле. Затронул глава и насущные проблемы. В частности, водоснабжение в Алагирском районе. Вячеслав Бетаров заверил, что этот вопрос будет решаться. Руководство района и Министерство жилища коммунального хозяйства республики этот уходящий год не просто просидели, не решая данный вопрос. Но сделали проект. Меня проинформировали, что проект готов. Сейчас находится на экспертизе по водоснабжению Луговского района.